На совещании с правительством, где Владимир Путин комментировал перспективы восстановления российско-турецких отношений, много все же говорилось о текущих внутренних вопросах, в числе тем ликвидация контрафакта на рынке алкогольной продукции, контроль за долевым строительством и в свете недавней трагедии на Сиамозере обеспечение безопасного отдыха детей. Обо всем подробнее Михаил Акинченко. Встреча главы государства с кабинетом министров, разговор о приоритетах работы на следующий год. Основой перспективных экономических планов станут уже достигнуты результаты, в том числе и в этом году. Так министр финансов доложил президенту о снижении объемов продаж контрафактного алкоголя в стране и об увеличении на 20% поступлений в бюджет от акцизных сборов. Добиться этого удалось во многом благодаря внедрению единой государственной автоматизированной информационной системы. С 1 января в ней регистрируется каждая оптовая продажа алкоголя. А уже с 1 июля в системе учета будет фиксироваться и продажа в розницу. При этом любые дистанционные сделки со спиртным, в том числе и через интернет, будут полностью запрещены, и, как доложил президенту министр финансов, в идеале каждый покупатель сможет лично проверить каждую бутылку. Путем установления простой программы на обычный смартфон, которая позволит выявить, действительно, алкогольная продукция легальна или нет. Вот в этой части считаем, что это такой массовый контроль будет, который можно будет реализовать уже и с участием потребителя алкогольной продукции. Таким образом, мы считаем, что... До потребления только. До потребления только. С участием потребителей до потребления. А, кстати, дистанционные способы, это что, пьянство по телефону или что? Через интернет? Через интернет, да, будет фиксироваться, будет сразу фиксироваться продажа легальной, если это зафиксирована, нелегальная продукция. Кроме того, как отметил министр финансов, сегодня его ведомство готовит предложение о том, понять подделку акцизных марок к фальшивомонечеству и наказывать за эти преступления. Одинаково. О новом законе, который должен заработать уже с 1 января будущего года, главе государства доложил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ужесточаются требования к строительным компаниям, которые работают с дольщиками. Будет установлен и минимальный размер уставного капитала, чтобы очистить рынок от фирм-однодневок. Кроме того, будет создан специальный государственный компенсационный фонд, за счет которого будут финансироваться замороженные долевые стройки. Правовая база будет разработана таким образом, что недобросовестный застройщик не сможет использовать гарантии фонда и, соответственно, будет лишен возможности привлекать средства граждан. Нужно смотреть за правоприменением внимательно, так чтобы все это было отрегулировано и работало. Еще одна тема совещания – уборочная кампания. Она началась уже в шести южных регионах России. Как доложил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, в этом году планируется собрать не меньше 106 миллионов тонн зерна. На миллион больше, чем год назад, а при хорошей погоде и вовсе можно надеяться на 110 миллионов тонн. Это позволит увеличить продажу пшеницы на экспорт, в том числе в Южную Америку, Африку и в Китай. Хороший экспортный потенциал и у российских производителей мяса. Мне очень приятно отметить, что мясо птицы и свинина уже у нас есть достаточно серьезный экспортный потенциал. Мы можем продавать на китайском рынке, но за это приходится еще и побороться. Надеюсь, что и вы тоже, то есть не вы тоже, а вы в первую очередь примете участие в этой работе с партнерами, не только в Китае, но и в других странах. Более случаем хочу поблагодарить. Действительно, переговоры в Китае пришли достаточно успешно. Мы близки к тому, что рынок Китая откроется. Для нас очень перспективный, для всего мира. В принципе, все борются за Китай, большая конкуренция. Мы можем туда поставлять сотни тысяч тонн мяса. Это мясо, которое будет уже не расслаблено, это излишки, как и по зерну, которое мы сегодня по мясу свинины, по птице, по говядине в ближайшее время, отчасти по молоку. По говядине пока нам нужно, собственно, рынок закрыть. Но надеюсь, что и здесь возникнет такая же ситуация. Я думаю, через два года появится это возможно. В том числе овощи, которые сейчас активно у нас возрождаются. По овощам еще надо поработать. О перспективах сотрудничества с Китаем доложил первый вице-премьер Игорь Шувалов. По итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпиня в Пекине 25 июня подписано больше шестидесятков соглашений. Двусторонние связи наших государств планируются расширить и в пределах всего евразийского пространства. Специалистам уже поручено разработать документы, которые станут основой создания евразийского интеграционного партнерства. Вне экономики разговор о трагедии на Карельском Сямозере. Как сообщила Ольга Голодец, вице-премьер по социальным вопросам, сейчас в больнице остаются трое детей, пострадавших в том походе. Их жизни и физическому здоровью ничего не угрожает, однако необходима длительная психологическая реабилитация. Наши дети вели себя как настоящие герои. И благодаря усилиям некоторых из них были спасены другие. И мы просим поддержать наше ходатайство о том, чтобы представить тех детей, которые действительно спасали своих товарищей в государственной награде. Конечно, само собой разумеется. У меня вопрос, кто на федеральном уровне отвечает за обеспечение безопасности? Есть ли какой-то единый государственный федеральный уровень, который этим занимает? Нет, такого органа нет, все по своему функционалу. Каждый работает в рамках своего функционала, и результат такой тяжёлый. Поэтому нужно, чтобы был какой-то ответственный государственный орган, который систематизирует эту работу. И ставить окончательную точку при решении вопроса, можно что-то делать или нельзя. Я вас прошу с этим определиться. Между тем, этот летний сезон уже в самом разгаре. Как ожидается, в оздоровительных лагерях по всей стране отдохнут около 8,5 миллионов детей. Безопасность этого отдыха должна быть гарантирована. За последние полторы недели по всей стране проверки прошли почти в 20 тысячах оздоровительных детских учреждениях. Три из них, в том числе один в Карелии, закрыты. Так же, как и семь нелегальных лагерей, нашлись и такие. Это не считая множества мелких нарушений по всей стране, которые также необходимо устранить. И до начала учебного года подобные проверки будут проходить регулярно. Сейчас подписано дано поручение ввести обязательность организованных и неорганизованных туристических групп с участием несовершеннолетних, информировать территориальные органы МЧС о маршрутах движения и порядок сопровождения таких групп. Отдельно дано поручение относительно усиления доступности номера 112 на всей территории Российской Федерации. Требования к подготовке, квалификации специалистов станут не просто сформулированы как требования, они станут обязательными для лагерей любых форм собственности и любых форм организации отдыха детей. Кроме того, вице-премьер Ольга Голодец предложила отказаться от приобретения детских путевок по системе государственных закупок, когда решающую роль играет цена, а не качество отдыха и его безопасность. Михаил Акинченко, Антон Чуковский, Станислав Оплетин, Первый канал.